Доброе светлое утро! Вот вы проснулись в гостинице Святая Абхазия в большом просторном номере и еще не вставая с кровати, перед вашим взором открылся восход через огромное панорамное окно во всю стену и видите прекрасный горный кавказский хребет, который уходит в небо в облака. Внизу парковая зона, смотрите, все утопает в тропических садах и парке. Кровать большая с ортопедическими матрасами. С правой стороны детские кроваточки двухъярусные. Те, кто помнят поездки в поезде, наверняка вспомнят, как часто деточки спорят, к чему верхняя полочка. В этой ситуации у них всегда будет возможность меняться кто-то наверху, кто-то внизу. Теперь смотрим, вот большая зона холла с отдельным кондиционером, который не расположен над кроватью. Обратите внимание, никому не будет дуть спину, никто не будет болеть. Теперь заходим в туалет. Так, здесь обратите внимание на бойлер. У каждого индивидуальный бойлер, не 50-литровый, а 100-литровый, поэтому горячей воды хватит всем. Туалет, душевая, холодная горячая вода, зеркало, умывальник. Разворачиваемся опять, заходим в номер. У вас есть отдельный холодильник. Обратите внимание, что гостиницы Святая Абхазия снабжены индивидуальной коридорной системой с панорамным видом, то есть никто у вас по балкону не поднимается и не ходит. Заходим на смотровую площадку и перед нашим взором открывается чудесное, ласковое черное море с видом на тот же Кавказский хребет, который утопает в облаках. Смотровая площадка организована зонами отдыха. Здесь также есть розетки, выключатели, освещение. И самое главное, что отличие, что перед балконом никто не поднимается, не ходят, никакие незнакомые люди. В чем отличие коридорной системы от балконной? Потому что иногда бывает так, что говорят, балкон есть, а это не балкон, это просто коридор, по которому ходят незнакомые люди. А здесь вы в полной тишине, в уединении будете наслаждаться морем, закатом и красивой природой. И никто вам мешать не будет. Для тех, кто любит бунгало, предоставляем апартаменты. Это отдельно стоящие домики в тропическом и субтропическом саду. Вот вы вышли только и сразу оказались под ласковой тенью бананов, субтропических растений. Все утопает в цветах. Радует вас. Здесь есть озеро с золотыми рыбками, где деточки могут кормить их из рук. И таким образом приучаться к трудолюбию, к любви, к экономности, что очень важно в современном мире и бизнесе, а также в семье. Деточки бегают по зеленой свежей скошенной травке, не по бетону и набираются здоровья, потому что Святая Абхазия очень многих излечивает. Приезжайте и наслаждайтесь, поправляйте свое здоровье и накапливайте силы. Всем доброе и светлое утро. Вот мы с вами вышли из гостиницы Святая Абхазия и ровно через одну минуту пешком мы оказались на пляже. Посмотрите, какое ласковое море. И самое главное, что когда вы плаваете в море, вы видите красивый горный хребет, который простирается от горизонта и уходит прямо в небо. Где можно еще увидеть такую красоту, наслаждаясь ласковым морем и лицезреть такую красоту. Те, кто любит песочный пляж, обращаю внимание, здесь песочный пляж черного цвета. Песочек покрупнее, помельче, каждому на свой вкус. Кто любит галечку, впереди у моря галечка водочистая, как слеза. Посмотрите, какой шикарный, огромный пляж. Никаких волнорезов, никакого мусора. Прекрасный отдых для деточек, потому что для семейных пар, для многодетных, для тех, кто ценит истинную красоту. Потому что никто здесь никого не теснит. Все находятся довольно-таки далеко друг от друга. Деточки резвятся, бегают по песочку, по камушкам, набираясь сил, купаясь в море, чистом, прозрачном. Камушки видны. Поэтому приезжайте, наслаждайтесь не теснотой, а простором. И хочу вам сказать, что гостиница Святая Абхазия, она работает круглый год. Снабжена она теплыми полами, поэтому может принимать и в новогодние праздники. Насладившись ласковым черным морем, полюбовавшись на красивый горный хребет, вы вернулись ровно через минуту пешком в парковую зону гостиницы, которая в буквальном смысле утопает в тропическом парке. Смотрите, пальмы, цветущие кустарники, есть озеро с ручными золотыми рыбками. Деточки могут бегать, резвиться, кормить рыбок и наслаждаться на горы. Здесь есть зона отдыха с батутами. Все утопает в цветах, где вы можете в тенечке продолжать свой отдых с видом, опять же, на те же горы, с видом на море. И отдых у вас будет просто замечательный. А в озере на территории гостиницы есть золотые ручные рыбки. Выйдя из большого просторного номера, вы попадаете на балкон. Можете посидеть в зоне отдыха, посмотреть на красивую парковую зону, которая утопает в зелени. Здесь есть и озеро с золотыми рыбками, и навесы с гамаками. И вот огромная большая парковка с разворотной площадкой, где спокойно машины стоят, никому не мешают. Можете спокойно развернуться, выехать в любое время суток. Парковка охраняемая, никто никого не теснит. Деточки бегают не по бетону, а по зеленой скошной травке, что очень редко бывает в наше время. Потому что везде заливают бетонами, крошкой и щебнем, чтобы не косить. А здесь действительно вот как дома. Газончик, травка, цветочки. Очень красиво, поэтому можно отдыхать как на море, так и здесь, в шезлонгах. Слушая цикады, пения птиц южных и наслаждаться, чтобы у вас на душе был мир и покой. Здрасте, я Аня. Вот это все, это озеро Ритца. Тут и реки есть, чтобы искупаться, и озеро. Но другое озеро тоже такое же, только с пляжем. Тут большие горы, красивые реки, красивые озера. И, конечно же, большие леса. Ну, на этом пока что все. Всем добрый день. Мы находимся на курорте Аллахадзе. Мы вышли в открытое море на катамаране. И хотели бы рассказать вам о том, о чем, как правило, не говорят. О тех тонкостях и нюансах, которые сделают ваш отдых либо печальным, либо очень хорошим и красочным. Значит, смотрите, когда мы искали участки, мы объехали очень, практически всю Абхазию. Смотрели все плюсы, минусы. Нашли вот это уникальное место под названием Аллахадзе. Чем оно уникально и почему мы остановились именно на этом месте? Это погода. Согласитесь со мной, что если приехали вы на море, как правило, люди приезжают на 10, 15, 20 дней. И если эти 15, 10, 20 дней будут омрачены ливнями или плохой погодой, какие бы условия ни были, они были бы совсем не такими, как хотелось бы. Поэтому цель номер один стояла найти место, где как можно меньше дождей, как можно больше именно солнечных дней. И это место именно Аллахадзе. Сейчас я объясню, почему. Вот впереди идет горный хребет, вот там впереди Гагра. И если мы уходим туда правее, там у нас Бзыб, Бзыбское ущелье, которое поднимает нас на горы Рица, горное озеро Рица. И за счет этого, видите, хребет как идет под наклоном, уходя в небо, да, создается такой легкий сквознячок, да, и горный воздух перемешивается с морским воздухом в Аллахадзе, да, что семь раз в день меняются воздушные массы. То есть горный воздух, представляете, да, он меняется с морским, обмешивается, и получается настоящий целебный воздух. И в результате этого грозовые тучи, которые идут, допустим, с ливнями, они прижимаются к этому горному хребту, и как бы покасательно их относит мимо Аллахадзе, и они оседают либо в Гагре, вон там проливной дождь, либо уже в Питсунде. А Аллахадзе остается совершенно чистым, да, и мы здесь наблюдаем, как дождь идет, и много раз, когда мы выезжаем, допустим, в Гагру, бывает такая ситуация, что едем, щетки аж не успевают в воду сбрызгивать, настолько сильный проливной дождь, как только заезжаем в Аллахадзе, асфальт чистый и сухой, представляете, да, то есть люди, которые отдыхают в Аллахадзе, они получают на 20-25% дней больше солнечных, да, чем люди, которые отдыхают практически во всей Абхазии, в той же Гагре, очень часто бывают проливные дожди, в той же Питсунде, вот, а здесь это именно солнечный такой пляж. Следующим критерием было это море. Здесь одно из самых чистых пляжей и море, почему, потому что никаких производств здесь нет, вот вы видите, да, горы, пляж, он огромный пляж, огромный песок черный, галечка, море чистое, как слеза, потому что ни волнорезов, никаких производств вредных здесь нет, да, очень близко Гагра, вот буквально вот здесь Гагра, буквально минут 10 и вы уже в Гагре, если вы хотите в Питсунде, это ехать в противоположную сторону, то есть все достопримечательности и близость к границе здесь налицо. Хотите поехать в Адлер, сколько минут 30, вы на границе, хотите поехать в Гагру, вы опять же в Гагре. Устали от суеты, приехали опять здесь в тишину и покой. Если вы захотели поехать в Питсунду, соответственно, значит 5-7 минут и вы уже в Питсунде. И здесь именно отдых, отдых от суеты, от всех вот этих проблем, которые, да, и самое главное, это практически в пешей доступности от основных курортных достопримечательностей, как бы, да. Вот, следующий момент, который здесь, это огромные, огромные участки, потому что, когда мы задумывались насчет покупки участка, допустим, строительства гостиницы в Гагре, ну, там, получается, места очень, участки маленькие, крохотные, дом на доме сидит, да, вы практически смотрите в глаза друг к другу, да. А здесь участки по 25 соток, у кого-то по 50, поэтому здесь удается создать парковые зоны, понимаете, да, потому что, когда вы насладились морем, прийти и быть, опять же, на бетоне, это не совсем хорошо. А здесь, получается, именно в Алахадзе, за счет того, что участки огромные, есть возможность, соответственно, находиться уже на зеленой травке. Вот, смотрите, мы едем с Гагры, поворачиваем на Питсунду, в сторону Алахадзе, видите, какой дождь. И сейчас посмотрите, что, в принципе, в Алахадзе дождя нет. Это подтверждение того, что говорил, что Гагра может заливаться дождем, Питсунда может быть тоже заливаться дождем, а как мы повернули, и едем, вот сейчас заезжаем уже в сторону Гагры, в сторону Алахадзе. И вот через минуту после поворота на Питсунду мы доехали до пляжа в Алахадзе, и посмотрите, да, ровно минуту назад будет ливень, вот впереди Гагра, в Питсунде дождь, в Гагре дождь, видите, гроза, молния, а здесь все сухо, видите, чисто, аккуратно, поэтому это уникальное место Алахадзе, где на 25% солнечных дней больше, потому что гроза и дожди проходят мимо из-за чистого горного воздуха, которое смешивается с морским и теснит грозовые тучи, вот посмотрите, горам, поэтому если вы хотите отдыхать в солнечную, ясную, красивую погоду, приезжайте именно в Алахадзе, где дожди практически отсутствуют, и солнышко будет вас греть и радовать. Смотрите, сейчас после грозы через все небо тянутся две радуги, одна полная и яркая, и вторая такая бледная, в этом месте. Это очень красиво. Такую красоту вы видите днем с третьего этажа гостиницы Святой Абхазии. На самом деле, Святая Абхазская земля, она воистину святая, это является уделом Пресвятой Богородицы. Только подумайте, что в такой маленькой стране покоится мощь самого апостола Симона Канонита, одного из двенадцати, на свадьбе которого Господь Иисус Христос сделал самое первое свое чудо, воду превратил в вино. Организуем очень много паломничеств по святым христианским местам, где происходит много исцеления от разных болезней. Для вашего удобства, каждый номер гостиницы Святая Абхазия оборудован святым углом, где есть икона. Внизу для вашего удобства есть псалтирь и молитва слов с синхронным переводом, чтобы вы могли молиться как на церковнославянском, так и на русском языке, чтобы все понимать и чтобы все было вам удобно. Поэтому приезжайте в паломничество в любое время года, приезжайте на отдых, и ваш отдых будет не только физически ценным, но и духовно полезным. А если вы хотите, чтобы один день у вас прошел как за три, и эмоций за отпуск набраться в три раза больше, можете последовать нашему опыту. Вот смотрите, мы утром проснулись в гостинице Святая Абхазия, с восьми часов где-то до одиннадцати насладились ласковым морем, потом позавтракали, сели в машину, и ровно через 15-20 минут мы оказались здесь, в горном ущелье на реке Рица. Посмотрите, какая мощная, красивая река, какой изгиб, какие горы. Здесь можно и покупаться, и сделать шашлычки, и, соответственно, поспать на воздухе. После этого в пять часов здесь уже становится относительно прохладно, и вы можете возвратиться опять на пляж в Алахадзе, а вечером отдохнуть в парке Святая Абхазия. И таким образом у вас день поделится на три части. Первая часть у вас утренний, мацион моря, потом горы и реки, и, соответственно, вечером опять море, и отдых в парке. И таким образом вы получаете в один день как бы три совершенно разных ощущения, и три разных климата. Таким образом следуйте нашему опыту, и у вас будет отдых просто замечательный. А по высокогорному озеру можно промчаться на скоростном катере. Примерно вот так. Смотрите, какая красота и благодать на Святой Абхазской земле. Обратите внимание, как красиво. Точно так же Божья благодать изливается на каждого человека, который посетил Святую Абхазскую землю, и исцеление, и хорошее настроение. Все будет способствовать вам, потому что сама Богородица покрывает каждого человека и молится за каждого человека, который живет, трудится и отдыхает на Святой Абхазской земле. Поэтому приезжайте, наслаждайтесь, дышите чистым горным воздухом, и благодать Божья будет наполнять каждую душу, каждый дом, каждое ваше сердце. Приезжайте в Святую Абхазскую землю и отдыхайте в гостинице Святая Абхазия. Солнышко зашло за горизонт. Мы медленно спускаемся с горной нашей поездки и хотим вам показать, как природа, Богом созданная, провожает нас с высоты орлиного полета. Вот ущелье, смотрите, облако, которое устало, тоже аккуратненько лежит и отдыхает, и желает вам доброго и светлого вечера. А так же на Святой Абхазской земле вы можете искупаться в теплых, всероводородных источниках, которые бьют из-под земли, и видите, они по специальным таким направляющим падают, и вы получаете такой исцеляющий водопадный душ. Вот, а здесь они теплые, горячие, целебные источники, где можно помимо моря насладиться и зарядиться энергией здоровья. Всем добрый вечер. Смотрите, какое ласковое солнышко, какой закат. Вот такой у нас отдых в Алахадзе. По горизонту пчится катер, над солнцем летит парашютист, и красивое золотое солнышко провожает нас и говорит, доброго вам светлого вечера, родные мои. Так что всех приглашаю в Алахадзе, в эту святую счастливую землю, и вы невероятно будете счастливы со своими деточками, с любимыми и родниками. До встречи, ждем вас в гостинице Святая Абхазия. Иногда отдыхающие задают мне вопрос, а где питаться, где готовить. Поэтому спешу вам показать целую веранду, огромную просторную веранду, где ряд кухонь. Вот одна кухня, вот там, соответственно, за холодильником точно такая же кухня вот здесь, и огромный вот такой зал, где вы на свежем воздухе, под киви, который слева под алыми парусами, там слева целые заросли киви настоящего, как бы, да, и здесь можно кушать пищу, готовить себя абсолютно бесплатно. Есть стиральная машина, соответственно, посудомоечная машина. Здесь все сделано для комфортного, удобного отдыха. Прям одна кухня, там вторая кухня, возможно, будет и третья кухня, где вы можете абсолютно готовить ту пищу, которая вам необходима, потому что у кого-то есть аллергики, кто-то постится, кто-то, допустим, любит, наоборот, какие-то свеизыски, поэтому для вас сделано все красиво, аккуратно, вот здесь все есть, как дома, поэтому приезжайте в гостиницу Святой Абхазии, у вас все будет очень хорошо и уютно, вот, комфортно, здесь детские стульчики, здесь детский манежик, поэтому ждем вас, и все будет у вас замечательно. Всем доброе и светлое утро. Нахожусь как раз на балкончике нового корпуса, еще одного корпуса гостиниц Святой Абхазии, и смотрите, какое утро у нас, солнышко восходит из-за горного хребта, и сейчас, не поверите, какое время года, сейчас октябрь, и посмотрите, какая красота, все так же благоухает, цветет, все зелено, красиво, вот, сейчас мы с отдыхающими гостиницей Святой Абхазии пойдем на море, температура в Москве, где-то порядка, где-то в районе нуля, где-то плюс пять, плюс шесть, иногда опускается до нуля, а здесь, в Святой Абхазии, сейчас, в данное время, где-то плюс двадцать пять, вот, смотрите, все цветет, каны цветут, все красиво, и сейчас вода, где-то, ну, тоже двадцать пять, где-то двадцать четыре, может быть, и мы идем сейчас с отдыхающими поплавать, вот, поэтому можете приезжать сюда, в Святую Абхазию, в любое время года, зимой, ну, зимой, летом, осенью, весной, здесь всегда вечная весна, а также хотел сказать, как лучше проводить день, вот, мы с отдыхающими гостиницей Святой Абхазии вставали в шесть часов утра, видите, ранное утро, солнышко восходит, здесь же ранние подъемы, значит, и шли на море, буквально через минуточку мы оказывались на море, и, соответственно, самое чистое, самое ласковое, самое бархатное море, как раз вот, с шести утра до девяти утра, вот, после этого, что происходит, помните, я говорил вам, то, что здесь очень много исцеления, вот, смотрите, вот этот горный хребет, вот там вдали, горное ущелье Бзыбь, вон там, да, туда можно ездить, как раз, на горное озеро Рица, и оттуда, что происходит, идет восход солнца, да, вот, вот, как сейчас вы наблюдаете, солнышко вошло из-за хребта, и отдыхающие гостиницы Свято-Абхазии, видите, с балкончиков наблюдают за вот этим восходом прекрасным, как бы, да, вот, и после этого, что начинается, начинается резкий подъем температуры, и из-за, из ущелья начинается двигаться сюда, к нам на побережье, горный воздух, представляете, целебный горный воздух, который перемешивается с морским воздухом, чем и ценно курорт Аллахадзе, и вместе с этим горным воздухом происходит, что он вытесняет, если, допустим, идет какая-то грозовая туча, то он вытесняет эту грозовую тучу, и дождь, ливень обрушивается в Питсунде, либо в Гагре, то есть много раз, помните, я замечал, что еду из Питсунды, еду из Гагры, щетки не успевают даже, этот, убирать воду, а заезжая сюда, здесь сухой асфальт, поэтому, когда увидел этот момент, понял, что это действительно уникальнейшее место Аллахадзе, что здесь не только горный воздух перемешивается с морским, но и на 25% солнечных дней больше, и, естественно, когда вы приехали на отдых, кто-то на 10 дней, кто-то на 20, кто-то на несколько месяцев, конечно, не хочется находиться в дожде, а вы, находясь в гостинице Святая Абхазия на пляже, видите, как Гагра утопает в дожде, Питсунда утопает, а вы находитесь в солнечном, на солнышке плаваете, и у вас все замечательно, поэтому лучше всего вам хотел порекомендовать, как лучше проводить день, значит, вы встали в 6 часов, в 6 часов уже на пляже, с 6 до 9 вы наплавались, накупались в самом бархатном, красивом, ласковом море, без единой волны, все чистенько, аккуратненько, потом в 9 часов вы пришли, позавтракали, покушали в наших столовых, наших кафешечках, на кухне, вот на веранде вам показывал тоже видео, да, и после этого у нас в середине магазина нашего находится наш легендарный Дионисий, руководитель туристического агентства, да, вот, вы можете подойти к нему, сказать ключевое слово, что вы из гостиницы Святая Абхазия, тогда все лучшие маршруты, все лучший транспорт будет именно для вас, и составьте с ним график своих путешествий, потому что здесь настолько много красивых и святых мест, что просто душа ваша будет просто свисти и радоваться, и когда вы составили график своих поломств, путешествий, как бы, вы, получается, насладившись ласковым морем, едете по всей красоте и святости Абхазии, вот, а вечером опять у вас море ласковое, и получается день делится на три части, ласковое самое красивое море, потом, соответственно, вся красота и святость Абхазии, и опять у вас ласковое море, и все утраивается, то есть, если вы приехали на месяц, будет у вас такое ощущение, как будто вы пробыли здесь, ну, месяца три, как минимум, да, и вы, соответственно, насладитесь всей святостью и красотой, поэтому приезжайте в любое время, на отдых, на реабилитацию, если кто-то вы, после какой-то тяжелой травмы, соответственно, здесь и зимой, и летом, всегда вот примерно вот такая погода, травка зеленеет, птички поют, рыбки плавают в пруду, и все у вас будет замечательно, во славу Божию, будете возрастать духовно, физически, здесь столько много святых мест, вот там в центре есть, соответственно, мы привезли камни со святых мест, да, скаман, с дрант, то есть со всех мест мы привозили святые камни, и к ним можно прикладываться, освящаться, исцеляться, и здесь вот сама Богородица, Царица Небесная, молится за каждого, кто приезжает, отдыхает, освящается, поэтому приезжайте, и все у вас будет благословенно, храни нас всех Господь, милости Божьей вам, покрова Царицы Небесной, храни нас всех Господь, низкий вам поклон, Раб Божий Андрей. Когда трансфер будет подвозить вас, или вы сами будете добираться, вот такая входная группа будет встречать вас, отдыхающие гостиницы Святой Абхазии, и вот здесь как раз вот этот красивейший магазин, созданный для вас, вот здесь в первом отсеке, восточная кухня, где вы можете насладиться всеми восточными пряностями, этими чебуреками, шашлыками, а здесь все остальные отсеки, это продуктовый магазин, где собраны все самое лучшее, что есть в Абхазии, то есть настоящий мед, сыры, которые собираем действительно проверенные, не подделка как бы, да, поэтому выходя из калиточки, вы прямо проходите мимо нашего магазина, и движетесь в сторону моря, и вон оно море, уже видно здесь, да, кто спрашивает, далеко ли море, а вон оно море, соответственно, здесь буквально, вот я сейчас стою, и видно уже море, буквально одна минуточка, вот здесь такие клумбы будут, и все будет у вас красиво, благословенно, поэтому приезжайте в гостиницу Святой Абхазии, и все у вас будет замечательно, вот сейчас я говорю осень, и сейчас иду на пляж, поплаваю, и будет все замечательно, ждем вас в любое время. Вот это наши запасные ворота, запасные ворота, поэтому не перепутайте, вам нужно именно правые ворота, центральные, то есть когда вы становитесь лицом к магазину, вон те ворота, это основные, а это запасные, поэтому ждем вас, и все будет у вас удобно, уютно, комфортно, в гостиницах Святая Абхазия, вот такая красота у нас. Вот дошел до пляжа, буквально сколько там, одна-две минутки, послушайте, как вас приветствует Ласковое море, своими волнышками такими, да, вот сейчас октябрь, вот смотрите, какая красота, какая благодать, как красиво здесь, поэтому сейчас сниму видео, и пойду плавать, поэтому многие, кто хочет действительно продлить свое здоровье, укрепиться духовно и физически, и имеют такую возможность, сдают свои квартиры, допустим, в аренду, и сюда переезжают практически на все лето, на всю зиму, на всю весну, и на всю осень, потому что здесь настолько красиво и благодатно, здесь практически вечная весна, вот такой, и вот оттуда, помните, как говорил, да, вот сейчас даже стою и чувствую, как горный воздух идет в сторону моря, вот оттуда, с Бзыбского ущелья, вот оттуда, с гор, и, соответственно, здесь именно получается благодатный климат, такой, не только морской, но и горный, вот, что, соответственно, многие люди исцеляются, преображаются, и как раз, вот, как говорил, вот этот горный ветерок, который идет сюда, он и притесняет вот эти тучки, которые иногда бывают, это же субтропики, и вот вы находите здесь, видите, как вот этот хребет, он полностью иногда будет в дожде, а так как здесь еще самое чистое море, почему? Потому что курорт Аллахадзе, это самое чистое море здесь, почему? Потому что участки огромные, у каждого где-то по 25, по 30, по 40 соток, да, вот, и у нас здесь, слава Богу, Господь сделал так, что центральная канализация, представляете, да, и она попадает в очистные сооружения, именно в Питсунде, то есть здесь никаких сбросов нет, поэтому, если вы хотите выбирать самое чистое море, это как раз сюда, в Аллахадзе, вот, поэтому многие приезжают с Гагры, спецсунды, и кто видит вот эту благодать и красоту, вот сейчас я вам даже покажу, какое чистое море, прям как в Красном море, смотрите, какие камушки, как все переливаются, они приезжают сюда, и говорят, больше мы отсюда никуда, никогда не уедем, потому что люди приезжают, зачем? За чистым морем, за чистым воздухом, а здесь не просто чистое море, не просто чистый воздух, но и, соответственно, горный, и морской перемешивается, поэтому ждем вас в любое время года, гостиницей Святой Абхазии, имея теплые полы, поэтому здесь всегда тепло, хорошо, уютно, комфортно, и мы вас ждем, милости Божьей вам, ангела-хранителя вам дорогу, храни вас всех Господь, всегда с вами раб Божий Андрей. Слава Богу, только что поплавал, вышел из этого бархатного моря, и не удержался вам показать, что смотрите, в октябре, деточки плавают, в октябре, представляете, в Москве холодно, а вот деточки плавают, и вон сколько там отдыхающих, да, это октябрь, поэтому приезжайте в любое время, и все у вас будет замечательно, теплое море всегда будет ждать, дать вас. Хочу обратить ваше внимание на эти камни, это не обычные камни, это камни, которые мы привезли со всех практически святых источников, со всех святых мест Святой Абхазии, мы были у отшельников, в самых святых местах, скаман, в общем, со всех практически мест, где мы побывали, где святые места Абхазии, мы взяли по такому камушку освященному, допустим, привезли сюда, и хотел поделиться с вами благодатью Святого Духа, ведь был недавно праздник крестовоздвижения, и Господь таким чудом позволил нам создать и установить вот этот, и осветить вот этот удивительный, поклонный, животворящий крест Господень, который освящает всех отдыхающих, всех, кто живет, приезжает, мы изготовили его, установили, прям как раз в день крестовоздвижения, на этот великий праздник, и осветили его, батюшка приезжал, осветил, всю гостиницу осветил, все участки, помолились, осветили, сам крест животворящий, который действительно воссияет, и так светится, освящая всех, каждых отдыхающих и приезжающих, поэтому приезжайте в гостиницу Святой Абхазии, и вся благодать, практически, она находится здесь, вы можете прикладываться, молиться, исцеляться, благодарить Господа, и вымоливать свои роды и роды, и будете наполняться не только этим прекрасным солнышком, не только этой радостью и красотой этих субтропического парка, а будете наполняться духовной радостью, и преображаться духовно, физически, и ваше качество жизни будет преображаться во многое-многое раз, поэтому многое вам всем лета, ждем вас в гостиницах Святой Абхазии, и все у вас будет замечательно. Вот вышло солнышко, посмотрите, какая красота, как светится животворящий крест поклонный, вот освящая все вокруг, всех людей живущих, проезжающих, отдыхающих, слава тебе, Боже наш, слава тебе за эту красоту и благодать. Посмотрите, какая красота, деточки делают картины из камней, замечательно, прямо в тропическом саду. И вот так веселятся деточки в гамачках, они настолько рады этим гамачкам, им так весело и хорошо, что просто здорово, здорово. Вот такие у нас красивые деточки. Вот так будут веселиться ваши деточки на лужайке, бегая голыми ножками по зеленой травке, качаться на гамачках и славить Господа. Смотрите, как там хорошо, весело, красиво, хорошо, уютно. Так что все будет хорошо с нашими деточками. Еще раз и еще раз, посмотрите, какая красота, вот как хорошо здесь именно деточкам, с их родителями, с родненьким, вот заходят, славненько, это удивительное Черное море, кто-то на матрасике плавает, да, это замечательное место, курорт, гостиница Святая Абхазия. А кто хочет покататься на катамаранчике и встретить настоящих дельфинов, может взять вот такие катамараны семейные, отплыть и встретить настоящих черноморских дельфинов, которые подплывают прямо к катамарану. Вот такое счастье, плавайте, отдыхайте с деточками в семейном отдыхе на пляже гостинка Святая Абхазия. Посмотрите, какой счастье. Посмотрите, как здесь хорошо семейным парам, веточкам. И вот они, наши катамаранчики, вот посмотрите, вон они наслаждаются прямо с семьями. Что может быть лучше вместе с семьей плавать, детей купать в этом удивительном чистейшем море на Святой Абхазской земле. Гостиница Святая Абхазия. Вот так на матрасиках, вот так, такое счастье. А сейчас день, все покупались на море, мы сели в наш микроавтобус и приехали в это удивительное Бзыбское ущелье, на эту удивительную реку. И здесь деточки играют, камушки бросают, резвятся, дышат горным воздухом. А после этого солнышко зайдет, и мы поедем опять в Святую Абхазию, опять посетим пляж Святой Абхазии и проводим солнышко. Вот так наши деточки и ваши будут отдыхать, дышать горным воздухом. Вот она какая красота открывается, мощная горная река и вот такие пейзажи. Какая удивительная скала, красота. Он еще отдыхающий на обходе. Там уже деточки-подростки такие. И вот все смотрят на удивительную полную созданную красоту. И вот мы погуляли и возвращаемся опять в Святую Абхазию. Такие счастливые, довольные. А деточки просто в восторге от озера. Вот она один рыбак там встретился. А вот еще малыши сидят и играют в озере. Они просто в восторге от этого озера. И вот так мы провожаем сегодняшний день. Солнышко, деточки счастливые и радостные. Мир вам и Божьей благодати. Пляж гостиниц Святой Абхазии ценится именно чистейшим, как слеза моря. Вот посмотрите, каждый камушек виден, как на Красном море. Ведь мы едем на самом деле на Черное море для того, чтобы купаться в чистейшем море. Чистота моря является самым первым критерием. А также вот эта красота, которая открывается перед вами. Вы плаваете в этом целебном Святом море и наблюдаете вот этот удивительный Кавказский хребет, который как на картине открывает вам красоту. Длина пляжа просто неописуема. Смотрите, какой огромный пляж. ему нет конца. И в этом году пляж опор именно вот такими шатрами в диком типе, где можно взять шезлонги и спокойно целый день отдыхать, смотря на закаты, на восходы, на этот прекрасный Кавказский хребет и славить Господа нашего, создавшего эту прекрасную красоту, чтобы мы оказались в Царстве Небесном. Храни нас всех Господь, в милости Божьей, покрова Царице Небесном каждому из нас. Смотрите, как хорошо отдыхающим Святой Абхазии. Все, кто приезжает в этот чудесный край, к Матери Божьей, первую девку при самой Пресвятой Богородице, особенно деточкам. Здесь очень и очень хорошо взрослым и всем семейным парам. Спаси нас всех Господь. Всем доброе светлое утро. Сейчас 7 часов утра, прекрасная погода, и мы опять и опять хотим поговорить о пляже в гостинице Святой Абхазии. Вот мы дошли до пляжа. Солнышко мягенькое, оно только выходит из-за этой горы, и вот такие лежачки вы можете взять здесь в аренду, совсем за недорого, поставьте их рядом с пляжем и соответственно зайти уже в это удивительное море. Теперь мы поднимаемся и заходим в самое ценное удивительное Святое море. Смотрите, какой вход для деточек, для взрослых, никаких обрывов, никаких камней. Заходим и смотрим, все чистенько. Каждый камушек, вот смотрите, все видно, песочек, маленькие камушки, можно аж разбегаться, бегать и самое главное плавать, славить Господа, и смотреть на этот удивительный удивительный Кавказский хребет. Сколько смотрю на него, столько восхищаюсь, как же прекрасен Господь, что сотворил такую красоту для нас, для всех, чтобы мы могли спасаться, чтобы наследовали Царствие Небесное, чтобы мы славили каждую секунду, каждое дыхание Тебя, Господи, Пресвятой Богородице, ведь мы приезжаем сюда в первую дел, самой Матери Божией, к святым апостолам Симону Канониту, здесь был Андрей Первозванный, вот смотрите, вот такие шатры у нас здесь, где нужно укрыться под солнышком, вот такой огромный, просторнейший пляж, где нет ни края, поэтому все очень удобно, в гостинице Святая Абхазия и наслаждайтесь этой удивительной природой, накапливайте здоровье и славки Господа нашего, создавшего такую красоту. Посмотрите, какое нежное, бархатистое, ласковое, шелковое утром море, поэтому всем рекомендую в 6 часов уже быть на пляже и до 9 часов вы накупаетесь, наплаваете в этом удивительном, красивом, святом, черном море, а потом пойдете уже домой, покушаете и целый день можете находиться в путешествиях, в горах, на водопадах, а потом в 5 часов вас привезут и вы опять придете на это ласковое удивительное море и посмотрите на закат, который вон там уходит за горы. Полотенца в гостиницах Святая Абхазия мы выдаем, а вот пляжные полотенца вы можете взять с собой или здесь купить, здесь они также продаются. Если вы хотите взять зонт, допустим, целый день, вы можете вот такие зонты купить, они тоже стоят недорого здесь, либо арендовать вот такие шатры вот с лежачками на целый день, тоже очень бюджетно и хорошо и целый день проводить и смотреть на эту удивительную красоту и славить нашего Творца. Слава тебе, Господи, слава тебе, приезжайте сюда в гостинице Святая Абхазия, поправляйте здоровье и все у вас будет замечательно вместе с деточками, с родненькими, со всей семьей приглашайте друзей, это удивительное место, где практически не бывает дождей. Уже много раз замечалось, что так как идет Бзыбское ущелье рядышком, то бывает, купаешься, плаваешь здесь, допустим, и видишь, как огромная туча идет, и такой прям дождь идет стеной, прям он обрушивается на Гагру, поворачиваешься налево, там Пицунда, на Пицунду, а здесь, из-за того, что горный ветер оттесняет их на горы, соответственно, чистый асфальт без единой капли, поэтому именно на курорт Алахадзе солнечный день, я думаю, что на 10% больше, чем в Гагре и в Пицунде, именно за это удивительного горного воздуха, который заходит сюда из ближайшего горного ущелья и оттесняет грозовые тучи на горы, и у нас действительно солнечных дней больше, а что нам нужно? Красивое море и больше солнечных дней. Слава тебе, Господи, слава тебе, Годнисский вам поклон, мои родники. А если вы хотите, чтобы день у вас был благословленный, вы пришли сюда, разложили полотенчико, взяли Евангелие и помолились, то есть день начали с Евангелия, со Слова Божьего. Есть великая, удивительная молитва до и после Евангелия, когда мы говорим, Господи, Иисусе Христе, Сыне и Слове Божьем, Богородице ради и всех святых, помилуй меня грешную и весь мир тобою создан, и спаси каждого из живущих, усовших, все, кто отдыхает гостин Святой Абхазии, и весь все наши роды и роды, помилуй и спаси всех нас словами Божественной Евангелия, что мы меня спасли в нашей души. Попали, Господи, терни всех наших прегрешений, родовые грехи, прости, и довселиться в каждого из нас благодать Твоя, опаляющая, очищающая, исцеляющая и преображающая каждого из нас во имя Отца и Сына и Святого Духа ныне пресно и во веки веков. Аминь. Потом открыли Святую книгу, закончили, и тогда происходят великие-великие чудеса. Ваша жизнь освящается, деточки просвещаются, родители исцеляются, и все у вас действительно получается с Божьей помощью. Вот так можно начинать каждый день на Черном море, на целебном Святой Абхазской земле. Евангелие, оно лежит в каждом номере, поэтому можете убрать, спокойно читать и прославлять Господа нашего любимого. А вот так выглядит шатер на пляже гостинства Святой Абхазии. Вот смотрите, вот так, в таком интересном диком типе он выполнил. Здесь три лежачка, стоит он на 2021 год 600 рублей в сутки. Вот так можно взять его на целые сутки и укрыться на целый день. Вот мы нырнули сюда, и здесь очень-очень уютно. Ныряю вместе с вами, и смотрите, как красиво. Вот легли на лежачки, и смотрите вот на эту панораму. Хорошо, никто не мешает, солнышко не печет. И вот такой удивительный шатер в таком эко-стиле. Можно снять здесь, в гостинице Святая Абхазия, на пляже, на Центральном, и наслаждаться целый-целый день. А теперь обратите внимание, что у нас под шатром. Настоящий, мягенький песочек. Посмотрите, просто шелковый. Деточки так красиво и хорошо в нем играются, и строят разные городки, башенки. Вот здесь была семья, видно. Видите, они строили такие крепости и замки. Вот такое развлечение здесь удивительно. А также на пляже ставят надувные горки, всякие прыгалки, скакалки. Поэтому здесь деточкам есть чем заняться. Поплавали, укрылись от солнышка, поиграли в песочек. А также можно самим лечь, даже не на лежачок, а на этот удивительный, шелковистый. Просто вот смотрите, как будто перебранный вручную, помытый песочек. Удивительные пляжи гостиницы Святая Абхазия. Слава тебе, Господи, слава тебе за такую красоту. Еще раз и еще раз. Посмотрите, какая красота. Вот как хорошо здесь именно деточкам с их родителями, с родниками вот заходят. Славненько в это удивительное Черное море. Кто-то на матрасике плавает, да? Это замечательное место, курорт гостиницы Святая Абхазия. А кто хочет покататься на катамаранчиков и встретить настоящих дельфинов, может взять вот такие катамараны семейные, отплыть и встретить настоящих черноморских дельфинов, которые подплывают прямо к катамаранам. Вот такое счастье. Плавать и отдыхать с деточками в семейном отдыхе на пляже гостин Святая Абхазия. Посмотрите, какой счастье. Посмотрите, как здесь хорошо семейным парам деточкам. И вот они, наши катамаранчики. Вот посмотрите, Вон они наслаждаются, прямо с семьями, что может быть лучше, вместе с семьей плавать, детей купать, в этом удивительном чистейшем море, на Святой Абхазской земле, в гостинице Святая Абхазия, вот так на матрасиках, вот так, такая часть, и вот на таком роскошном катере вы можете прокататься по Черному морю, с видом на горы. Родненькие мои, посмотрите еще раз и еще раз, какой удивительный пляж в гостинице Святая Абхазия, черный песочек, в Мальдивах он желтый, а здесь черный, вот посмотрите какой, отборный просто, мягкий как шелк, и в море можно просто забегать, никаких камней, никаких волнорезов, и опять же, опять же, вот такая красота открывается у нас в пляже. Бегаем, плаваем, славим Господа, радуемся, вот на таком удивительном бескрайнем пляже, удобном, мягеньком и роскошном, приезжайте в гостинице Святой Абхазии, и все у вас будет просто замечательно, к самой Матери Божьей, вот на такой удивительный пляж, который не имеет ни конца, ни края. Слава тебе, Господи, слава тебе, слава тебе, Господи, слава тебе за такую красоту. Мир вам и Божьей благодати, вы приехали в Святую Абхазию, и вот таким роскошным, шикарным букетом Королевских Кан встречает вас эта удивительная святая земля, святая Абхазия. Первый удел самой Царицы, Матери Божьей, которая молится за каждого, кто приезжает сюда. Поэтому здесь очень много исцелений, очень много всего доброго и светлого, что произойдет в вашей душе. Храни вас всех, Господь, милости Божьей, покрова Царицы Небесной вам и всему вашему роду. Для того, чтобы у вас было настроение просто замечательное, восхитительное, смотрите, сад Святой Абхазии встречает вас вот такими удивительными цветами. Шапки просто огромные. С такими цветами можно фотографироваться, можно наблюдать, любоваться ими. Поэтому ваш отдых будет просто изумительным. Фотографии просто будут замечательными. А проходя в гостиницу Святой Абхазии, вас встречает вот такой субтропический цветок. Он так пахнет, что весь сад практически наполняется удивительным благоуханием. Вот такая свадебная красота сопровождает вас, пока вы идете к лестнице Святой Абхазии и заселяетесь в номер. На территории очень много хвойников разных пород. Для того, чтобы ваш отдых был еще и еще радостнее, посмотрите, как утопает вся территория Святой Абхазии в этих королевских канах. Они высокие, практически в рост человеческий. Иногда достигают метр восемьдесят. И вся территория вот такой красоте, вот эта наша трапезная алая паруса, и вся территория утопает вот такой свадебной, пасхальной радости. И вы, проходя мимо, не можете не улыбнуться, потому что такую красоту создал Господь для того, чтобы вы улыбались и славили Господа нашего, создавшего такой замечательный мир для того, чтобы мы стали добрыми и в результате святыми. Аминь. Храни вас Господь. А для тех, кто любит экзотику, центр парка встречает таким огромным, пышным, роскошным букетом олеандра. Смотрите, какой огромный куст. Он розовый, красный. И вот такие канны. Канны сопровождают вас. Вы качаетесь в гамачках и наблюдаете вот эту божественную красоту. А вот он, роскошный, удивительный, молодой кипарис, который будет расти высоко, как свеча. А рядом с ним, смотрите, какой свадебный букет того же олеандра. Только там был красный, а это уже белый, посмотрите. А слева, опять же, те же роскошные канны, которые делают нашу жизнь просто удивительной. Мы смотрим и не можем налюбоваться на эту красоту. Господи, как же красиво! Слава тебе, Господи! Представь, Богородица, моли о нас, что ты нам создала такую красоту, удивительную, для того, чтобы мы стали добрее, любили друг друга и любили каждого. Близких, дальних и очень дальних. Каждого человека. А деточек встречают вот такие субтропические колокола. Представляете, огромнейшие цветы такие. Просто как колокола, похожие на церковные, которые встречают вас таким, наверное, невидимым. Неслышным звоном, как в церкви, да? То есть мы смотрим и просто удивляемся. Такие роскошные, огромные просто. Вот они такие висят. Полное дерево. Это молоденькое дерево. Вот такая красота у нас. Ну и, конечно же, розы. Как же обойтись без огромных кустов парковых роз? Вот так они нас встречают, благоухают и наполняют нашу жизнь радостью. Слава тебе, Господи, благодарю тебя за все. Вот такой торжественный букет встречает вас. И вы заходите через центральный ход парка. И вот такая огромная-огромная ива своим каким покрывалом покрывает вас. Вы заходите через вот эти нежные листочки сюда. Субтропический парк. Где огромное количество цветов, растений. И вот такие экзотические растения вас встречают. Посмотрите, как свечи такие, да? И, естественно, вот эти королевские канны. Только уже в таком красном цвете. Посмотрите тоже, какие они цветут. Другим немножко цветом. Но очень-очень красивые также. Ну и, конечно же, пальмы. Как же обойтись без таких красивых субтропических пальм, которые встречают вас и провожают вас? Вот обратите внимание, как цветут эти декоративные канны. Посмотрите, цвет немножечко другой. Тоже бутоны пышные, огромные. А вот они алые канны. Смотрите, зеленый у них цвет. А это вот такой неординарный листик и вот такой цвет. Потому что смотришь и налюбоваться. Аж хочется картины писать. И благодарить за все. Благодарить Господа нашему за такую удивительную красоту. Посмотрите еще, какая нежность. Какие цветы удивительные. Просто смотришь, как будто расписанное маслом. Вот посмотрите, какие цветы встречают и сопровождают, пока вы идете с моря в гостиницу Святой Абхазии. Посмотрите, родники, какая красота. Сейчас конец августа. И вот начало цвести вот такое уникальное дерево. Посмотрите, какая красота. Просто как будто шелковое. Как будто сплели эти цветочки. Матери Божией в Святой Абхазии. Вот такое красивое дерево встречает вас при входе в гостиницу Святой Абхазии. Сейчас начало сентября. И второй раз зацвел вот этот удивительный куст на Святой Абхазской земле. Смотрите, перед входом в гостиницу вот такие огромные купола. Как настоящие колокола. Посмотрите, весь куст. Усень прям огромный. Не знаю, сантиметров по 20. Вот такая красота. Она сопровождает вас в гостинице Святой Абхазии. Вот посмотрите, какая красота. Просто одна радость. Заходите в гостиницу Святой Абхазии. И вас сопровождает вот такой удивительный куст, который второй раз за год цветет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok